В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы обсудим безопасность детей в интернете, а также безопасность наших с вами персональных данных. В качестве гостей у нас сегодня Анастасия Белявская, заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Приморскому краю, и Оксана Зайцева, главный специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных Управления Роскомнадзора по Приморью. Девушки, добрый день! Здравствуйте! Сначала с Анастасией у нас, наверное, пойдет разговор, потому что дети – это наше все. Знаете, в последнее время очень много и в интернете, где-то в социальных сетях, в средствах массовой информации мы замечаем сообщения о том, что исходит некая угроза, скажем так, от тех или иных групп, от интернета, что детей призывают к тем или иным действиям. И сегодня ведь действительно практически у каждого ребенка, ну я не знаю, наверное, начиная с пятилетнего возраста, есть те или иные гаджеты. Действительно ли какая-то, соответственно, доступ в интернет, действительно ли какая-то угроза может поджидать детей в интернете? Ну, конечно, вы правы, сейчас у каждого ребенка гаджеты. И угроз очень много, которые поджидают наших детей. В первую очередь, это встреча с опасным, нежелательным контентом. Кроме этого, дети распространяют о себе очень много личной информации и не задумываются о последствиях. Кроме этого, общаются с разными людьми, дети очень доверчивы и никогда неизвестно, кто этот человек. И могут, ну опять же, личную информацию о себе распространять, не задумываясь о последствиях. Вы знаете, я никогда не задумывалась. Мне казалось, что угрозы, те, которые поджидают наших детей в интернете, это как раз-таки может быть, ну какие-то нежелательные группы, да, той или иной направленности. Что это может быть ролики какого-то характера, которые так или иначе влияют на детскую психику. Но о том, что ребенок может с кем-то общаться в интернете, с какой-то нежелательной личностью, об этом я никогда не задумывалась. И сейчас вы действительно открыли мне глаза, соответственно, наверное, и некоторым родителям надо предполагать. И какую функцию выполняет Роскомнадзор? Ну, Роскомнадзор – орган, контролирующий соблюдение такого федерального закона 436-й о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Мы проводим множество мероприятий, в том числе мониторинг. И, конечно, в ходе каждого мероприятия анализируем контент, соответствует ли он той возрастной категории, которая заявлена. Кроме этого, Роскомнадзор, как известно, ведет реестр запрещенной информации, Куда вносятся сайты, либо там сетевые адреса, на которых распространяется информация, такая как призывы к суициду, способы суицида, детская порнография, Это сайты, продающие наркотики, пропагандирующие их, информация о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий, информация, которая может каким-то образом склонять, либо вовлекать несовершеннолетних в совершение противоправных действий, Ну и другие виды есть информации, которые подлежат ограничению, то есть эти сайты, которые попадают в этот реестр, доступ к ним ограничивается. То есть они блокируются? Блокируются, да, проще говоря, блокируются. А есть какая-то статистика, какое количество подобных сайтов было заблокировано, или как-то деятельность приостановлена, или общение прекращено? Ну, скажем так, в настоящее время количество действующих адресов в этом реестре почти 400 тысяч по разным направлениям. А всего за время существования реестра, то есть некоторые ссылки туда включаются, когда контент удаляется, ссылка из реестра исключается. Поэтому общее количество за весь период существования этого реестра, это более 1,2 млн сетевых адресов, то есть туда попало. Реестр был создан в 2012 году. Ну вот за, ну не такое уж и большое количество лет, 1,2 млн адресов. Естественно, создание этого реестра было, ну вот в развитии этого закона о защите детей, изначально там было, то есть возможность ограничить доступ во внесудебном порядке была возможна к трем направлениям. Из года в год эти направления противоправные расширяются, которые можно заблокировать в внесудебном порядке. И сейчас там 8 направлений разного вида, которым можно ограничить во внесудебном порядке доступ. Это которые направления, которые вы уже проговорили ранее или что туда входит? Да. То есть это вот, ну, та информация, ну опять же, склоняющая детей к совершению противоправных действий, увлекающих в противоправные действия. Это может быть какая-то информация, связанная с зацепингом, да, может быть, ну разного рода информация. Всякие синие киты и все прочее. Ну это в первую очередь, конечно, потому что это все-таки пропаганда суицидов и способы суицида. Это тот вид направления, который был там, вот, первоначально, изначально, как реестр появился, а он уже была реализована возможность ограничивать к нему доступ. Что важно, наверное, понимать каждому человеку, это то, что Роскомнадзор на своем сайте сделал форму для приема сообщений граждан, которые, ну, вероятно, случайно могут столкнуться в сети интернет с тем или иным противоправным контентом, опасным для детей. Найти его очень легко. То есть мы, естественно, заходим на сайт Роскомнадзора. Внизу страницы находим единый реестр запрещенной информации, ну, и прием сообщений. Там очень такая простая форма для заполнения. Там буквально вот три графы нужно заполнить, естественно, ссылку. Информация оперативно направляется экспертам. И они уже анализируют. Да, и, конечно, если эксперты соглашаются, что да, эта информация противоправная, и доступ к ней нужно ограничить, очень все быстро ограничивается. Оксан, еще хочется вам вопрос задать. Анастасия упомянула, что это в том числе персональные данные, которые могут распространять дети. Действительно, бывают такие случаи, когда ребенок может каким-то образом вынести персональные данные, это, может быть, свои или своих родителей, на общее обозрение, скажем так? Да. Не то, что дети, а вообще граждане наши в большой массе имеют сведения о себе, о своих родителях, о друзьях. И это информация, да, конфиденциального характера. И они, если человек взрослый уже более-менее оценивает ситуацию, масштаб катастрофы, как говорится, в подростковой среде ребята, они еще не осознают последствий, какие могут быть причинены им или их родителям. И вот функция управления сейчас, отдела по защите прав субъектов персональных данных, формирование правовой культуры среди молодого поколения. Мы ведем очень большую работу, мы ездим по школам в режиме ограничений, которые сейчас у нас были. Онлайн-семинары, онлайн-уроки со студентами вузов, с детьми разных классов. То есть выбирается, организовывается мероприятие по категориям детей, 5-й, 8-й класс, 8-й, 11-й класс. Присоединяется очень много школ, мы онлайн-конференции, все это организованно проводим сотрудники наши, специалисты управления. Доводят до детей, до молодого поколения, что это небезопасно, что нужно познакомиться на сайт, вы заходите. Хотите воспользоваться услугами интернет-магазина какого-то, как познакомиться, хотя бы узнать администратора, выходит он на связь, не выходит. Как будет блокироваться, где будут храниться сведения, если требуется вносить, как-то определять себя, регистрироваться, что вносится детям. Также социальные сети, сколько дети размещают о себе информацию, личного характера, переписываются с друзьями, фотографии выкладывают, считают, что это ограничено все, никто не видит ничего, но это становится доступно неограниченному кругу лиц в сети интернет. Неоднократно мы упоминаем, что если вы один раз что-то в сеть интернет выложили, убрать оттуда это невозможно. Поступают обращения граждан, родители приводят, приводили детей своих, потому что дети от этого страдают. Они создали группу, выкладывают информацию о себе, ведут переписку, рассказывают тайны о себе какие-то, соответственно, там имя, фамилия, отчество, адрес школы, имена учителей, имена родителей, все это становится доступно. Да, потом ребятки плачут, молодые дети, и родители, такие вот обращения даже, буквально были, что приходят за помощью, как это все удалить, потому что администраторы не отзываются и не идут на контакт, и сведения не удаляют. И тут же, вот в чем сталкивается, начинается проблема, то, что дети идут с родителями, но они не понимают, что мы будем смотреть эти сайты, будем смотреть каждую интернет-страницу, всю информацию читать, и все это будет очевидно. И кто-то прячется, уходит, кто-то ведется работа, если на самом деле управление имеет право выходить в суд с иском в защиту права субъекта персональных данных. Если право гражданина нарушено, ну, естественно, за ребенка пойдет родитель представителем, можно самостоятельно пойти в суд, можно обратиться в управление Роскомнадзором, ну, в данном случае на территории Приморского края к нам, и мы идем защищать граждан в суде с исковым заявлением. То есть, соответственно, граждане берегут свои деньги на адвокатов, силы и нервы. Но для этого нужно, да, установить точное нарушение, чтобы мы могли помочь. Это нельзя сказать, что это такая неожиданная ситуация. Разместить можно информацию себе, но также можно требовать и от администратора самостоятельно попросить обратиться письменно, устно, как в какой форме администратор содействует для удаления информации. Если уже администратор не идет на контакт, обращаются к нам. Мы пытаемся взаимодействовать с администратором, если не получается, тогда мы идем в суд за защитой прав, да, субъекта персональных данных или неограниченного круга прав защиту персональных данных. Мне кажется, слово Роскомнадзор у некоторых наших граждан, наверное, вызывает некоторое чувство страха. А функция-то у вас совсем другая, по сути, защищать. Защищать, да. А не все остальное. Как мы к детям выезжаем на семинары, так и в бизнес, структуры всякие, разъяснения даем, что такое оператор персональных данных, как нужно соблюдать эти сведения, которые стали доступны в ходе какой-то деятельности для осуществления каких-то полномочий, ведется сбор персональных данных. Что с этим делать, как это хранить, как обеспечивать безопасность? Ну, а если мы говорим о взрослых людях, то здесь же тоже нас какие-то риски подстерегают, хоть мы и не дети, да, казалось бы, глупости не совершим, или все-таки совершаем? Ну, что такое персональные данные? Это сведения, которые прямо или косвенно определяют субъекты персональных данных. Вот сам субъект персональных данных, ну, например, я, это мое право выложить информацию о себе. Вам передать, в сеть интернета выложить, в газете себя о чем-то написать, заявить. Это мое личное право, я субъект персональных данных, это мое право. А у оператора, оператор это государственный муниципальный орган, любой юридическое и физическое лицо, которое ведет деятельность в этой области, которое ведет сбор, хранение, обработку, это оператор. То есть у оператора это уже не право, это обязанность наступает. Беречь персональные данные, которые стали ему доступны. Сотрудников, если это работодатель. Какие-то договорные отношения. У кого вот, кто работает с этим. То есть это та самая история, когда мы подписываем как-то соглашение на обработку персональных данных. Это вот та самая история. То есть я ее передаю, допустим, своему работодателю эти персональные данные, а он уже, получается, обязан их защищать. Согласие – это своего рода разрешение. Работодатель берет согласие на обработку персональных данных. Многие против этого согласия, но это неверное понимание. Потому что согласие имеет рамки. В согласии должна написана быть цель, перечень персональных данных, как они хранятся, каким способом используются, и как будут удаляться, как писать отзыв для согласия. То есть если в согласии нет цели или нет каких-то перечных персональных данных, оно, по сути, ничтожно, не соответствует статье 9 закона 152 о персональных данных. И поэтому это определенная защита для того человека, который дал это согласие. То есть я вам даю свое согласие, пишу, с какой целью. В иной цели вы не можете использовать персональные данные. А как правильно защитить? Правильно защитить, если для субъекта, для человека, нужно заботиться о своих персональных данных, внимательно смотреть, кому вы их даете, как вы их размещаете. Понятно, что для получения какой-то услуги без персональных данных не обойдется. А вот уже размещение в сети интернет, нужно хорошо подумать. Куда, на какой сайт, на какие социальные страницы, на какие ресурсы вы их размещаете. Но персональные данные я перебью. Это же не просто... Просто я, когда слышу слово «персональные данные», мне кажется, что это разворот моего паспорта. И на этом все. Но я понимаю, что это не то. Это, наверное, и фотографии, и адреса, и телефоны, и какая-то личная информация обо мне. Персональные данные – это информация, по которой можно определить субъекта, персонального человека. Вот Иванов Иван Иванович проживает... Там-то там. ...в Владивосток, Кирово, дом, улица. Это определяет субъект. Просто Зайцева Оксана Валерьевна – это не определяет субъекта. Таких людей может быть очень много. Или человек, проживающий по этому адресу, даже точный адрес, тоже не определяет точно субъекта, потому что по этому адресу, может быть, в данное время живет совсем другой человек. Также вот такие жалобы поступают очень много, когда размещают о должниках управляющей компании на своих стендах, на информационных досках, в части даже в дачных участках, вообще в неограниченном округу лиц, размещают адрес, фамилия, имя, отчество, сумма долга. Фамилия, имя, отчество, адрес, сумма долга. Это определяет субъекты персональных данных. Если будет фамилия, имя, отчество, фамилия, инициалы, сумма долга, то есть нужно смотреть, можно определить или нет. Правильно, паспорт – это персональные данные человека, но также фамилия, имя, отчество вместе с номером телефона и вместе с адресом – это персональные данные. Любой документ, который имеет номер вместе с фамилией, имя, отчество, адресом – это тоже персональные данные. Если просто номер телефона, он же индивидуальный, он же не повторяется, но по номеру телефона также это будет информация, она не персонифицированная. По одному номеру телефона, не зная дополнительной информации, определить субъекта не получится. Это относится к информации, да, но точно не определяет. Анастасия, хочется вернуться к нашим детям. И вообще хочется с вами обеими поговорить уже на тему ответственности за те или иные деяния. Так вот, если мы говорим о детях, да, если обнаруживается какой-то контент нежелательный, родители, допустим, нашли, да, что делать в первую очередь родителям сначала, ну, кроме того, что можно зайти на сайт и сообщить, как действовать вообще, как правильно? Ну, здесь, наверное, сложно однозначно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от того, какой конкретно контент. Если мы говорим о, например, какой-то информации, призывающей к совершению тех же самоубийств, то, ну, за это введена также уголовная ответственность. Для лиц, которые подстрекают к совершению, в том числе, ну, в сети интернет. Поэтому, ну, естественно, здесь уж надо обращаться в правоохранительные органы. В нашей части, ну, это, как я уже сказала, ограничение доступа к противоправным сайтам. И второй момент. За нарушение 436-го федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред, предусмотрена административная ответственность для средств массовой информации. Например, вот, пример. Законом вот этим установлен перечень, ну, вот прям перечислен. Перечислена информация, причиняющая вред здоровью и развитию. И в средствах массовой информации такую информацию можно распространить только со знаком 18+. Кроме этого, если мы говорим про печатные в СМИ, в закрытых обложках, запакованные, и нельзя их распространять в местах, доступных для детей. Ну, если мы говорим о телевидении, то есть та информация, которая 18+. Маркировка. Ну, во-первых, маркировка, а во-вторых, и время. То есть законом стоит ограничение, что запрещенную для детей информацию нельзя распространять, ну, в эфире, да, с 4 утра до 23 часов вечера. Ну, то есть, как правило, контент со знаком 18+, он выходит в ночное время. Естественно, это информация, ну, то есть мы в ходе наших мероприятий, в том числе, и смотрим эфиры, записи, радио слушаем, и газеты, скажем так, читаем, да, это всё мы проверяем и смотрим. Кроме этого, любая программа, которая выходит на телевидение, должна быть маркирована знаком, ну, не 18+, 16+, 12%. То есть ей должна быть присвоена возрастная категория. И если мы, например, выявляем в ходе мероприятия о том, что, например, контент маркирован 12+, но на самом деле там содержится информация, которая к такой возрастной категории не относится. Да, то есть, ну, например, на 18+, или на 16+. В таких случаях проводится экспертиза, ну, естественно, принимаются меры реагирования, есть административная ответственность, есть возможность вынесения предупреждений редакции и учредителю за недопустимость нарушения этого закона. Ну, рассказывать, конечно, можно долго об этом, да. А какая ответственность наступает в том случае, если это какие-то в социальных сетях вещи, группы, может быть, ещё что-то, их просто блокируют? Ну, да, то, что относится, конечно, к сфере нашего деятельности, именно деятельности Роскомнадзора, конечно, это ограничение доступа в первую очередь. Ну, а в части привлечения к ответственности, может быть, даже где-то и к уголовной ответственности, либо к административной, это, конечно, дело правоохранительных органов. Но уголовная ответственность за такое может наступить, да, как я поняла? Ну, естественно, зависит от того, какой контент распространяется. Потому что, ну... Что вы ещё и силовыми структурами работаете в тесной связке. Ну, при необходимости, конечно. То есть, если нам, например, поступает обращение гражданина, да, о том, что, ну, он нашёл какой-то противоправный сайт. То есть, в рамках наших полномочий, в рамках ограничения доступа, мы рассматриваем самостоятельно. Если мы видим, что тут ещё вопросы правоохранительного характера, ну, например, ну, не знаю, сайт, продающий наркотики. Естественно, мы направляем эту информацию в компетентный орган для того, чтобы установить этих лиц. Потому что одно дело заблокировать. А в первую очередь, это, конечно, важно установить этих лиц, которые организовали деятельность этого сайта и, ну, занимаются распространением вот этой информации. Это история из моей личной практики, скажем так. Одной моей знакомой в Телеграме, по-моему, пришло сообщение, ну, как раз-таки о наркотиках. Завуалированное весьма, что у неё волосы стояли дыбом. Она говорила, что, а если бы моему ребёнку? Ну, она решила пойти дальше и узнать, где чего да как. Ну, просто ради любопытства. Узнала, отправила это всё, по-моему, в наркоконтроль благополучную. Ну, и была такова. Но оказывается, что такое действительно бывает. То есть она человек, который этим вообще не интересуется. Она мама, жена, активистка, спортсменка. Ну, ей этого не надо, в принципе. Ну, вот пришло ей такое сообщение. Она так, с шуткой, решила всё это проверить, и потом данные все отправила специалистам. Чем дело кончилось, не знаю, но прецедент имел место быть. За нарушение в области персональных данных есть административное правонарушение, которое при случае установления, точного установления, мы составляем протоколы по 13.11. Сейчас там 9 частей разделена статья. Мы возбуждаем, собираем все материалы, подтверждения и направляем на рассмотрение в суд. А каким образом вообще могут быть нарушены персональные данные? Где это чаще всего происходит? Это происходит в любых организациях, у юридических, у физических лиц. Вот такой пример для работодателя, когда сотрудник отдела кадров вынесла личное дело, отсканировала и направила электронным письмом другому сотруднику. И человек, чье личное дело было отправлено, это всё установил, он, естественно, об этом узнал. И вот на каком основании сотрудник отдела кадров вынес личное дело, потому что ей кто-то сказал, потом, оказывается, никто не говорил. Это было нарушение сбора, хранения, обработки персональных данных. То есть у неё есть документ, который она подписала, обязательство о соблюдении конфликциальности, и она его нарушила. У неё есть должностная инструкция, которую она должна соблюдать, она её нарушила. То есть нужно понимать, когда работа идёт с персональными данными, что нужно обеспечивать тот режим, который налагает руководство и сотрудникам. Сотрудники несут за это ответственность. То есть к ответственности? Как юридическое лицо привлекётся, так и физическое, должностное. Получается, в данной ситуации привлекут и как кадрового работника кадрового отдела, так и в том числе юридическое лицо, генерального директора. Также могут привлечь и физическое лицо. Муж с женой разводились, также они занимались делением имущества и загружали все документы юристу через сеть интернет. Документы стали в общий доступ, в свидетельство о собственности, в сведения ННН, паспортные данные. И вот одного из супругов привлекали по 13-11. Да, за то, что сведения, которые стали ему известны, стали доступны неограниченному кругу лиц. Я ещё где-то читала такие заметки, статьи нелицеприглядного совершенно характера про то, когда молодые люди расстаются или разводятся с женой. И потом какие-то интимные фотографии личной жизни. Муж или жена. Публикуют. Это тоже нарушение персональных данных? Если человека можно будет, если это личные фотографии, если его можно идентифицировать, можно писать на сайт, где размещено письма. У Роскомнадзора ведь не только административного характера такие меры. У нас есть мера как направление требований. Наше письмо – это уже мера принятая. Мера принятая содействия, об удалении. Если, может быть, согласие, всё это идёт за переписка с оператором. Кто разместил, как разместил. И самому субъекту, кто разместил, какой человек, может быть, он сам удалит. Сначала вот это мероприятие проводится. Скорее всего, вот эта информация порочит честь и достоинство. Честь и достоинство – это уже другая история. Да, это другая. В гражданском кодексе самостоятельно человек должен защищать себя в суде. По защите чести и достоинства. Каким образом мы сами можем защитить свои персональные данные? Никому не давать, никому не рассказывать – это ведь невозможно. Невозможно. Но нужно стараться. Нужно стараться не терять документы. Посредством, опять же, электронные письма. Смотреть, как отправляют и кому. Если анкету заполнять, оставлять работодателю, нужно побеспокоиться, как будут храниться. Потому что оператор, который обрабатывает персональные данные, ну, любая организация, она, если она ведет сбор персональных данных в сети интернет, на этом же сети интернет, ну, у нас на сайте своей организации официальном, должны разместить положение по обработке персональных данных. То есть я захожу в организацию, смотрю, ведется сбор, я могу заполнить сведения о себе. Здесь же я могу побеспокоиться и посмотреть, кто будет смотреть, кто будет обрабатывать, как удалиться. Заполнил человек анкету, не взяли его на работу. В какой срок эта анкета должна быть уничтожена. И вот поэтому, опять же, повторюсь, мы начинаем формировать правовое сознание по защите своих прав в молодежной среде. Ну, это очень хорошо, потому что, когда я училась в школе, мы знать не знали ни о каких персональных данных, о том, что что-то может... И сейчас много детей нас уже узнают. Вот так, уже звезды среди. Да, они уже знают, о чем мы будем разговаривать, они уже более опытные, они знают уже, что такое хакеры, что такое контенты, что все об этом станет известно. Мне кажется, современные дети... У нас очень много роликов, да, много... У нас на нашем официальном сайте есть портал «Персональные дети», да. Там очень много материалов, всяких игр, конкурсов, много информации для детей, портал «Персональные дети». Мне кажется, это вообще такая хорошая практика. Сегодня многие ведомства вот так сотрудничают с детьми. Это и ГУФСИН, и полиция, все-все-все, наверное. И онлайн какую-то деятельность ведут. И мне хочется верить, что, наверное, то поколение, которое будет после нас, да, оно будет образовано как-то юридически, в правовых, во всех аспектах, в жизненных и во всех других. Анастасия, что делать, чтобы защитить детей, уже так подводя итоги? И что детям, может быть, самим в том числе делать? Ну, наверное, конечно, что делать это родителям? Ну, во-первых, общаться со своими детьми, разъяснять моменты. Ну и, конечно же, рассмотреть. Сейчас очень много возможностей устанавливать разный родительский контроль. И все-таки попытаться ограничивать доступ к той информации, которую ребенок может встретить в интернете. Особенно это, когда касается совершенно маленьких детей, там, пятилетних, шестилетних, ну, которых, в принципе, вообще не осознают еще те угрозы, с которыми... То есть, смотря случайно мультики в интернете, он может перейти по ссылке и наткнуться на... Ну, то есть, одно дело, если мы говорим про информацию, там, суициды и прочее, другое дело, в принципе, какую-либо информацию, которая способна вызвать у ребенка страх, панику и ужас, да, это может быть, ну, любая опасная не по возрасту для ребенка информация, которая, она и не является запрещенной, но, тем не менее, конкретному... Ну, вот, ребенку в таком возрасте она может нанести, ну, психологическую травму, в принципе, если на нее случайно он наткнется. Я помню себя маленькая в этом случае, да, и мне то ли где-то в газете... Ну, в общем, где-то я услышала информацию про то, как погибла какая-то собака. Ну, как-то очень так тяжело она погибла. Я плакала несколько дней, у меня действительно была травма. Поэтому, да, родителям нужно быть внимательными и понимать, что угроза – это не только про суицид, про порнографию и про все остальное. Оксана, да, еще хочется так, под завершение всего этого добавить. Мы поговорили о детях, мы поговорили о взрослых, но я забыла упомянуть о наших пенсионерах, о наших бабушках, дедушках. Это ведь отдельная категория, которая, ну, остро нуждается в том, чтобы ее оберегали. Потому что одни оберегают, а другие пытаются всячески делать нехорошие дела. Здесь как быть? Как объяснить нашим бабушкам и дедушкам, что не нужно никому, не нужно никого пускать в дом, не нужно никому давать свои персональные данные и так далее? Только на самих гражданах лежит такая ответственность. И так большие-большие полномочия в том, что мы можем идти в суд защищать, если нарушено законодательство в части персональных данных. Это большая помощь всем гражданам. То есть вы, если нарушено ваше право, имеете полное право идти в управление и определить жалобы, приложить все материалы, определить себя как субъект, от чего право нарушено. То есть в нашем понимании это большая помощь гражданам Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. Мы можем защитить, пойти в суд, защищать гражданина. А, даже так. Конечно. Или он сам может, или как тот же пенсионер. Ну, опять же, рано как и про детей, так и про пенсионеров. Что дети, что внуки должны учить. Родители должны учить детей, как мы же учим детей, что дети не должны подходить на улице к чужому дяде и идти с ним куда-то и разговаривать. Также в сети интернет нужно все-таки родителям, прежде чем дать доступ к интернету, нужно хотя бы элементарным правилам поведения, моральным, этичным. Не надо ругаться, не надо нарываться, не надо, ну, правильно, вот такие вот выкладывать вещи про животных, тем более, любого характера, который травмирует. Это нужно детям объяснять. Взрослым нужно так же объяснять, что не нужно так же смотреть, что принесет вред, и тем более пускать кого-то, и тем более отдавать свои персональные данные незнакомым людям. Да, я помню, когда у папы завелся первый гаджет у моего, хотя он был не настолько уж, баба, дедушка, ну, в общем, даже пенсионером-то не был, но старшее поколение, и мне стоило больших усилий объяснить папе, что пап, не надо кликать, вот здесь не надо подписываться, не надо читать, потому что периодически папа мне звонил и говорит, Юль, я куда-то подписался, с меня снимают деньги, я что-то сделал, я боюсь. Я говорю, вот не надо. Ну, и мы, я говорила, на тебя возьмут кредит, и поэтому, мне кажется, эта мера действовала. Ну, на самом деле, такие обращения тоже есть, когда берется кредит по чужим паспортным данным. Такие обращения поступают, что человек живет и никого не трогает. Ему начинают звонить коллекторы, объяснять, что он должен, и должен выплатить по договору займа. Человек обращается и устанавливается, что он один раз взял кредит, выплатил, второй раз взял кредит, выплатил, в третий раз за него взяли кредит уже другие люди. То есть это, да, это уголовное, это вот как раз взаимодействие наше с УМВД, и эта информация по нарушению, в том числе 137-й статьи Уголовного кодекса отправляется для принятия мер по компетенции. То есть мы установили, выявили, что, да, был такой заем, человек не подписывался, это уже уголовное деяние. Под завершение программы, уже времени у нас совсем чуть-чуть осталось, что можно пожелать нашим зрителям? Берегите свои персональные данные. Анастасия. Безопасного интернета. Да. Это прекрасное пожелание. Да, пускай все взрослые следят тщательнее за своими детьми, а также за своими родителями, и в первую очередь за собой, потому что, чтобы никакие данные о нас не попали в руки мошенникам каким-нибудь, или людям, которых бы мы не хотели видеть рядом с собой. Да. Да. Это была программа «Время говорить», и мы говорили на тему, как обезопасить своих детей от негативных и опасных влияний интернета, а также как защитить персональные данные. В гостях у нас были Анастасия Белявская, заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций, управления Роскомнадзора по Приморскому краю, и Оксана Зайцева, главный специалист-эксперт, отдела по защите прав субъектов персональных данных Управления Роскомнадзора по Приморью. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова